This conference will now be recorded. 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 Поработать у себя KPI и, соответственно, поработать еще. Коллеги, как звук? Коллеги. Есть звук? Все слышно? Есть, есть. Все слышно. Простите, кто-то пишет, что нет звука. Спасибо большое. Основной посыл, чтобы вы все внедрили у себя. Начнем с ошибок. Спасибо, коллеги, что пишете обратную связь. Бывает, что пропадает. Единственное, я прошу выключать свои микрофончики, чтобы не фонило. Ольгу пока выключу. Итак, типичные ошибки. Ну, с чего начнем? Начнем с того, что... Начну со статистики именно. Потому что, в общем-то, первая ошибка – это четкое непонимание, зачем это нужно компании. Вот сервис Superjob не так давно сделал опрос тысячу менеджеров по персоналу и других представителей кадровых услуг. И оказалась такая статистика, что 46% KPI в компании не используют. То есть 46% компаний не используют KPI. В принципе, практически половина. 23% применяют их для некоторых только категорий сотрудников. Очень часто это только для продажников. 26% используют для большинства работающих. 5% вообще не поняли, о чем их спрашивают. То есть затруднились с ответом. И я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на этот слайд. Тоже статистика. В каких компаниях используется KPI? Нет, не используется. До... 61% это в компаниях, где численность сотрудников достаточно небольшая. То есть это относящиеся компании к малому бизнесу. То есть до 50 человек. И 61% таких компаний не используют KPI. Вот здесь все логично. Потому что пока компания небольшая, пока там системный подход. И подход такой, что все делают все. Процессы не отлажены. То и KPI там не разрабатывается. Это совершенно нормальная история. Поэтому, когда ко мне обращаются компании для разработки KPI, в которых численность состав, например, 10 человек, я чаще всего говорю, вам не нужно. Я могу разработать. Но вот в компании еще этого не нужно. Сейчас разберем. Как раз на ошибках сразу будет видно, почему. То есть некоторые компании, ну, услышали, руководители услышали волшебные три буквы, что будет очень сильно все эффективно. Это, конечно, все, да. Но для малых компаний это еще не актуально. Этот инструмент, который используют больше большие компании. Обратите внимание, да. Третья строчка. Да, используется в большинстве категорий сотрудников. И это уже 46%. То есть тоже почти половина. Но это компании, в которых больше 5000 человек численного состава. То есть вот это тоже важно. Обратите внимание, то есть чем больше компании, тем более актуален этот инструмент. Я бы так сказала. Потому что многие компании в России, ну, живут без KPI. Они умерли, приносят прибыль, результат какой-то есть. Поэтому KPI это, в общем-то, я бы не сказала, что прям панацея, но я люблю сравнивать KPI в менеджменте так, что вот у любого руководителя, поставим, что вы в машине, и у вас есть педаль газа, то есть вы можете нанять людей и стартануть. У вас есть педаль тормоза, то есть вы можете уволить людей. И если у вас есть KPI, значит, у вас есть руль. Потому что когда компания входит в какую-то зону турбулентности, то у вас должна быть возможность рулить этим процессом. То есть мы должны где-то вправо, где-то влево. То есть вот эти вот вещи, вот тогда это вам действительно очень нужно, особенно если компания перестраивается. Итак, что такое KPI, если вдруг кто-то не знает, потому что такое бывает иногда, что не совсем понятно, про что говорим. Это аббревиатура с английского, ключевой показатель результативности, то есть по сути это про достижение цели, либо формат еще ключевой показатель эффективности, то есть самого какого-то процесса. И зачем это все делается? В первую очередь за тем, что всегда разработка KPI, перед ней идет история про стратегическую сессию. А в стратегической сессии мы должны понимать, что есть тоже целый процесс. Мы должны определить, где мы сейчас, например, в точке А, и куда мы хотим прийти как компания, в точку Б. И причем очень важно, что делается стратегическая сессия никак не на один год. Она делается как минимум в российской шкале 5 лет. Это минимум. Так, в общем-то, я рекомендую базироваться хотя бы 10-15 лет. Вот как ни странно, но если с вами работает хороший фасилитатор, либо вы сами научились вести стратегические сессии, то вы даже сами поймете, как важно горизонт планирования выстроить больше, чем обычно мы в операционном управлении выстраиваем. Да, операционное управление это один год. И вот что это? Вот сейчас на картинке у вас между А и Б такие точки. Вот это и есть оперные точки, то есть это проверка, как мы пойдем. То есть ведь в точку Б можно дойти как угодно. Я часто тоже пример привожу с тем, что если вы хотите подняться на какую-то гору, то у вас есть несколько вариантов, каким образом это можно сделать. Можно пешком, можно на машине, можно на каком-то еще виде транспорта, можно на вертолете. То есть разные варианты. И в зависимости от того, какими вариантами вы пойдете, вы понимаете, какие вещи нужно. И вам будет важно, чтобы ресурсов хватило на эту дорогу. То есть это проэффективное использование этих ресурсов. То есть для того, чтобы разработать KPI, у вас должен быть сначала план. Без плана никаких KPI вы не выстроите. То есть должен быть стратегический план. Потому что KPI куда-то, он, это точки, которые ведут куда-то. Если вы не знаете куда, то зачем эти точки? Пожалуйста, слушайте меня. Вот вроде какие-то, ну для меня иногда бывают прям совсем простые вещи, но когда я спрашиваю, ну в первую очередь, потому что у нас есть курсы для продажников, вот недавно группа была, спрашиваю, руководитель отделов продаж, какой у вас план на ближайший хотя бы год? Он мне говорит, у нас нет плана. Бери, больше, у нас нет плана. Больше кидай, да. И какой здесь KPI? Ну, то есть вроде такие замыленные даже порой вещи, но они, к сожалению, есть. Итак, какие же результаты компании, в которых все-таки внедрили KPI? Смотрите, это средняя температура по больнице, потому что, когда я готовилась к нашему занятию, я проштудировала статистику, которая есть в открытых источниках, и свела так вот в средний такой формат, потому что источников здесь больше 10, не буду опираться на каждый, да, вот такую среднюю температуру по больнице. Компании, которые внедрили KPI, повышение клиент-ориентированности на 48%, то есть где-то это было на 20%, где-то прямо на 60%, где-то на 70% даже, ну, в зависимости, опять же, от качества разработанных KPI, то в средние 48%. Повышение интереса инвесторов в компании, потому что, опять же, для многих компаний, чтобы выйти, например, на рынок, на больший рынок, географически больше захватка каких-то территорий, то нужны деньги, а самые дорогие деньги – это собственные, поэтому очень многие компании ищут инвесторов для того, чтобы, опять же, расшириться. Когда инвестор рассматривает компанию, в которую он готов вложить, например, деньги, если там есть выстроена система KPI, у него уровень доверия увеличивается, оно как бы понятно, то есть ты не просто вкладываешь куда-то деньги, ты понимаешь, что ты вложил, и там есть некая система планирования, контроля, эффективности, расстрата этих денег, да, чтобы это не было, мы осваиваем бюджет, это вот не про это. То есть инвестирование в рост, а не просто инвестирование в расходник. Что еще? Повышение лоясти сотрудников на 53%, то есть сотрудники, они, говоря про свою компанию, как кто-то из сотрудников на страцессии сказал, я когда говорю про свою компанию, у меня аж мурашки. Знаете, вот такие слова дорогого стоят. Вот правда дорогого стоят, каждый руководитель, наверное, был бы счастлив, если бы его сотрудники говорили вот так. Не всегда мы это слышим. Увеличение прибыли, вы понимаете, да, каждая компания, опять же, по-разному рассчитывает прибыль, все на разных этапах, но в среднем это 13%. И снижение текучки персонала до 50%, это тоже очень большие результаты. Поэтому там, где вы можете внедрить КПИ правильно только, да, давайте инструмент использовать правильно, вы можете дотичь вот таких результатов, возможно, даже больше или где-то меньше, я же говорю, это средняя температура в больнице. Итак, почему не работает КПИ? КПИ. Первое, в компании нет целей. Вот не будет работать, потому что они совершенно, показатели эти оторваны от цели, вернее, даже целей нет, и поэтому люди не понимают, а зачем мы это выполняем. То есть, знаете, как инструмент ради инструмента, вот у нас есть КПИ. Что еще? Не формализованы процессы. Это тоже важный момент, потому что, если у вас нет формализованных процессов, а КПИ выстраивается зачастую на процесс, не на конкретного человека, а на процесс, то либо работник не может их как-то считать, да, то есть тут опытный обычно разработчик нужен для того, чтобы в неразработанных, неформализованных процессах как раз их вычленить и описать их. Да, то есть это, я бы сказала, не то, что не работает, это приводит к тому, что КПИ не очень качественно выстроен. То есть, скорее всего, там будут ошибки, потому что опираются обычно на какой-то документ. Если его нет, нужно уметь вычленить как раз процессы, которые есть, и описать их еще правильно. Что еще? Это работа за кадром в цели компании. Это, знаете, как огромное количество, то есть все вроде знают, куда должна прийти компания, какие глобальные цели. Но на каждого сотрудника набрасывается огромное количество каких-то мероприятий, которые он должен делать, и это никак не приводит его к итоговым целям. То есть, например, поставили сотруднику три показателя, три показателя КПИ. А когда смотришь фотографию рабочего дня, то выглядит это так, что он 90% времени занимает всем чем угодно, только не то, что стоит в КПИ. И как следствие, сотрудник перестает верить. Ну да, стоит у него этот КПИ, а руководитель-то ему дает обратную связь не по КПИ, а дает вот за ту текучку, где 90% времени. И это тоже тогда просто об этом забывается. Даже сами руководители говорят, да, у нас есть КПИ, но это не рабочая история, потому что на самом деле работу они работают совершенно другую, не то, что стоит в КПИ. То есть это как раз, опять же, не вывели те процессы, которые делают люди. Просто, например, описывают, это тоже часто я вижу в ошибках, когда опираются только на документы, в которых написано, например, положение об отделе, чем занимается отдел, чем занимаются сотрудники, на должностные обязанности, которые уже устарели, и люди на самом деле занимаются уже другим, просто документы не меняли. А КПИ разрабатывается только на базе документов. И как следствие, вот эта нестыковка идет. Что еще? Когда рассматривается только оперативный уровень? Вот как раз чаще всего задают мне вопросы по разработке КПИ руководителей структурных подразделений, любых, начальники отделов, если так совсем по-простому сказать. И мне приходится долго пообъяснять то, что это не ваш уровень, разработка КПИ. Вы будете участвовать в этой рабочей группе, но нужно начинать с головы. Потому что система сбалансированных показателей, она вот такая, она базируется сначала с миссией сведения, а это цели топ-менеджерского состава или даже учредителей. То есть они должны спустить вниз четкое понимание, какая должна быть компания, например, лет через 30. Они должны сказать, какие финансовые цели, что они ждут, например, от менеджмента. И это не оперативный уровень, это стратегический уровень. То есть люди вкладывают деньги и понимают, что они, например, не завтра получат какую-то прибыль, а получат лет через 10 или через 5, но более долгосрочный период. Поэтому это никак не в оперативном менеджменте. Кто деньги в любую компанию приносит? Приносят клиенты. То есть мы должны понимать, что хочет наш клиент, кто наш клиент. Тоже, когда спрашиваю, ну, такими маленькими рэперными точками можно понять, хорошо ли разработан КПИ. Спрашиваю, для кого вы продаете ваши продукты, услуги? Крутливая аудитория? А мне очень часто отвечают. Это говорит о том, что нет ССП, нет системы сбалансированных показателей, потому что это утопие всем продавать. Знаете, даже хлеб не всем продается, потому что есть хлеб за 20 рублей, а есть хлеб за 2 тысячи. И те люди, которые покупают хлеб за 2 тысячи, они не будут покупать хлеб за 20. И наоборот. То есть целевая аудитория – люди с определенным муфелем, и нужно понимать, кто эти люди. Соответственно, эти люди чего-то хотят. И когда мы точно знаем, кто наши клиенты и чего они хотят, мы должны выстроить наши внутренние бизнес-процессы. И, соответственно, наладить их таким образом, чтобы клиенты нам приносили деньги. И четвертое – это то, что мы должны сделать с точки зрения персонала. То есть какие наши должны быть сотрудники для того, чтобы выстроить эти бизнес-процессы, которые нравятся нашим клиентам, и они нам принесут вот те идеи, которые нам поставят ваше руководство. Услышьте, это же сейчас про стратегию. Это не про оперативный уровень. Тут вообще нет никакого пожара. Здесь нет ничего, что вот, а где мы тут вот с чем-то не справляемся. Не хватает ресурсов. Вот здесь это совсем не про это. То есть в разработке KPI всегда все начинается сверху. Всегда начинается топ-менеджерство состава. Никакие оперативщики здесь ничего не делают. Правда. Это уже декомпозиция. То есть это дойдет сверху, так как пирамидка вниз расширяется по, соответственно, иерархии, которая существует в компании. Ну и как следствие, когда курс, вот не в обиду никому, когда ко мне на курс приходит, я в кавычках, девочка из отдела персонала, причем девочка-мальчик, еще раз в кавычках, это когда присылают человека. Мне если не жали этих людей, потому что я понимаю, что одно дело, если их хотят научить, чтобы они понимали, что и как, и у этого сотрудника есть доступ к высшему руководству, и она или он может вести стратегическую сессию. Я только за, ради бога. Но когда присылают человека, который, например, отвечает просто за счет заработной платы, и кроме цифрок в 1С из этой зарплаты ничего не видят, а с этим человеком нет доступа к телу, к высшему руководству, а с этим человеком просто не коммуницируют, то это утопия, правда, проверьте. Но ничего этот человек на своем уровне не сделают. Вот должна отправлять того, кто должен это внедрить. То есть у него это должен быть, по крайней мере, я сейчас не про должностной уровень, я сейчас про то, как руководитель вышестоящий. Да, вот я сейчас за то, ты готов, чтобы эта девочка потом или мальчик начинал все это дело разрабатывать? Ты будешь участвовать в этом процессе? Вот если да, ради бога, мы повышаем наших сотрудников. Это хорошо, если наши сотрудники могут, соответственно, делать что-то сами руками, ну, тут в этом формате не совсем руками, головой больше, да. Но если, ну, у меня искренне, правда, жаль тех людей, которые, как Алексей написал, в том, кто предложил это внедрить. Ну, возможно, да. Ну, потому что, правда, зарплату и премиальный фонд, в первую очередь, да, тут KPI не про оклад, да, больше про премиальный фонд. Конечно, проще считать, потому что все открытое становится. И я понимаю специалистов по расчету заработных плат. Конечно, им большое облегчение, когда есть KPI. Но вот если кто-то из вас сейчас слышит меня, пожалуйста, вы можете на курс прийти. Не то, что я там говорю, нет, не приходите. Да, для общего развития тоже хорошо. Но я бы вас попросила сначала заучиться поддержкой от ваших руководителей, что они-то готовы затем включиться в эту работу, в разработку и внедрение KPI. Вот если они вам сказали, да, вот тогда вам этот курс будет вот прям во благо, потому что вы будете понимать, какие процессы вам нужно будет дальше делать. И вы поймете, что тут один поле не воин, потому что это целая работа команды, внутренней команды, внутри, я имею в виду, внутри коллектива, внутри компании. Без этого никак. В одного это все не делается. Почему еще не работает? Нет управленческого учета. Ну, то есть, в принципе, вообще информация разрозненная, где-то в Excel, где-то в Word, где-то с SMS-ками. То есть, вообще ничего невозможно собрать. То есть, процессы, возможно, какие-то идут, и они, возможно, даже на бумаге формализованы. Но начинаешь спрашивать, а как вы понимаете вашу клиент-ориентированность, например? А сколько у вас сохраняемость там клиентов ваших? Скажите, пожалуйста, а как вы управляете эффективностью персонала? Я говорю, они у нас эффективные. А как? Что за измеритель у вас? Что за градусник такой? Как вы понимаете, что они лучше или хуже стали работать по каким-то процессам? Я сейчас не про количество, потому что зачастую, как продажным, каким-то продающим подразделением поставить KPI, здесь еще худо, бедно, многие хоть что-то знают. А вот сопровождение, IT-служба, бухгалтерия, да, огромный пласт бэк-офиса, который, ну, там, юридический отдел, тут постоянно у меня вопросы, я буду на курсе прям показывать реальные кейсы, ну, естественно, название компании уберу, разные подразделения, как это было на практике, и у меня, именно моя практика. А вы будете потом на практике уже учебной тоже это выполнять. То есть, когда есть какой-то, вот я вообще, видите, скриншот сделала, это программа, как приложение, это 1С, консолидируется, да, это монитор 1С, которая докупается для того, чтобы был этот управлический учет, да, то есть, есть план, есть факт, есть какие-то прогнозы, есть цифры, и каждый человек, он может посмотреть, в общем-то, как он движется к своим показателям. Еще тоже частая ошибка, не привязывается KPI к результатам, к мотивации. Мы в России живем, и поэтому нам пока еще это нужно. У нас пока управление, есть эволюция управления, сначала управление по задачам, потом управление по цели, сюда же KPI, да, управление по цели, а затем управление по ценности. Мы только-только начали отходить от управления по задачам. То есть, все-таки, если мы внедряем KPI в России, пока в российской шкале ценностей, пока, опять же, потому что, например, Япония и Германия, у них есть KPI, но они не привязывают его к премиальному фонду, они прошли уже, это эволюция менеджмента, поэтому не торопимся, не перепрыгнем мы здесь, поэтому лучше привязывать. Еще часто бывает то, что KPI воспринимается как штрафы. Почему такое бывает? Смотрите, безусловно, KPI обычно разрабатывается, когда компания уже доросла до определенного уровня, и у них уже как-то выстроена сеть, система мотивации. И делают так, это ошибка, сразу скажу. Допустим, я сейчас на каких-то цифрах, чтобы проще было считать. Было клад 50 тысяч и 50 тысяч премии, которые платили, а просто так платили. Ну, то есть, если сильно где-то не простая зася человек, то платили в любом случае. И потом говорят, вот мы хотим эти 50 тысяч, вот этой премии, перевести на KPI. И что происходит? Как только внедряется KPI, если человек что-то не сделал, то, соответственно, он депримируется, то есть у него не будет этого кусочка. А поскольку раньше премия не зависела ни от каких-то оценок, то это перешло в гигиенический фактор, то есть человек привык к этому, он уже не воспринимал, что у него 50 тысяч оклад, он воспринимал, что 50 плюс 50, он 100 тысяч воспринимал окладом, понимаете? И в голове у человека, что KPI – это штраф, и KPI тогда – это зло, потому что надо думать, что у человека что-то отбирают. Поэтому наилучший вариант здесь, если вы встали на пути, например, увеличения окладов или увеличения премии, то есть компания готова это сделать, и мы устраиваем систему KPI вот на это увеличение. То есть не на то, что у человека гигиенический фактор отбираем, иначе правда такое будет. Ну, то есть тут есть темная сторона медали, скажем так. То есть если на существующий процесс будем настраивать, то да, будет и негатив такой. Итак, слишком много математики. Тоже неработающая версия. Я пример привожу. Коллеги, мы все граждане Российской Федерации, кто знает пенсионную формулу. Какая у вас будет пенсия? Обычно все улыбаются и говорят о том, что там такая формула, что даже будучи, имея высшее образование в сфере экономики, не сразу разберешься, что там написано. И мы поэтому в это не верим. Ой, какая пенсия? Вон, возраст повысили, потом и пенсию куда-нибудь повысят, еще что-нибудь, и никто не верит. Понимаете, вот люди тоже не верят в KPI, когда там формулу такую сделают, что действительно нужно иметь два высших образования для того, чтобы ее посчитать. На самом деле и в интернете пестрит, надо формулу такую, вот надо формулу такую. Я же тоже мониторю рынок. Но не рабочая эта версия, коллеги. Можно бравировать высшей математикой сколько угодно. Ну, молодцы, экономисты, молодцы, ничего не могу сказать. Но надо понимать, нам этот инструмент зачем? Побравировать формулами или чтобы у нас люди эффективнее работали? Вот если второе, то формула на самое наипростейшее. Например, план такой, факт такой. Факт делим на план, умножаем на 100% все. Вот такая формула, только рабочая. Огромное количество компаний через меня прошло, когда я разработчик, когда я переделывала KPI. И вот везде я сталкиваюсь с этими огромными какими-то формулами, которые совершенно неактуальны. И люди, естественно, в них не верят, потому что они посчитать не могут. Еще какие есть ошибки? Это прошлый печальный опыт введения. Ну, понятно, один раз обожглись, потом начинаем дуть на все. Когда нет опорных показателей в управлении, то есть, опять же, непонятно, непонятны цифры, а как этим управлять. То есть, какой-то показатель сделали, но а как этим управлять показателем, не сказали. Такое тоже бывает. То есть, не дали ресурсов, например. Ну, и нет прозрачности. Да, вот посмотрите на вот этот скриншот, опять же, портал сотрудника. Видите, это прозрачно. Сотрудник, я, например, господин Петров, коммерческий директор. Я вижу, у меня есть целевые показатели, у меня есть вес, у меня есть платфакт. Я вижу, какой процент выполнен, какой у меня KPI, какие задачи стоят по приоритетности. Я понимаю, целиком сколько. И вы видите, есть вот матрица показателей, смарт-задачи стандарта, а есть премия, вкладка. Если бы у нас сейчас был не скриншот, и я прямо в программу зашла, то я бы сюда провалилась, и у меня бы была открыта информация, сколько по каждому целевому показателю я бы получила, будучи Петровым. Понимаете? Тогда люди, естественно, и лояльность к компании, и текучка будет меньше, потому что я понимаю, это не зависит от настроения колоначальника, я понимаю, за что мне заплатят. Итак, я вам обещала дорожную карту прохождения всех этапов разработки. Она максимально простая, но она разная по трудоемкости, по временному ресурсу. Итак, что туда входит? Первое – это стратегическая сессия. Процессия зависит от количества людей, которые будут в ней участвовать. Обычно с троцессией берут топ-менеджерский состав. Иногда это бывает не только топы. Например, если компания не очень большая, это будут топы и те, кто под ними. Не знаю, как назвать. Топы, деленные на два. Стратсессия от одного дня до трех дней. В моей практике три дня – это если прямо 20 человек участвуют в топ-менеджерском составе и большие холдинги. Если небольшая компания, обычно один-два дня достаточно. Вам для этого нужен фасилитатор, то есть человек, который знает инструменты фасилитации и проведет эту стратегическую сессию. Что там внутри еще? Какие этапы? В стратсессии проводится… То есть стратсессия – это будущее, видение этого будущего. Дальше – свод-анализ. На свод-анализ тоже требуется определенное время. Опять же, зависит от компании. Сразу вам скажу такой лайфхак, потому что вроде все свод-анализ знают, но каждый раз, когда я смотрю, как его делают, я понимаю, что это процентов 10 от того, что может вообще этот инструмент. Потому что здесь важно не просто посмотреть свои сильные и слабые стороны возможности и угрозы, а еще сделать анализ КФУ, ключевые факторы успеха. Потому что, ну вот, одна из последних, как раз в стратсессии, где сделали свод-анализ, написали сильных сторон пунктов, наверное, 30-40, прям много. И также слабых сторон и сильных сторон много пунктов написали. Потом спросила, какие ключевые факторы успеха. Выберите 8. То есть, что на самом деле хочет клиент? Какие факторы успеха на рынке? И когда мы потом сопоставили вот этот КФУ, ключевые факторы успеха, и то, что они написали, все остальное оказалось такими мелочами. Или, например, это наша возможность, нам нужно вот тут усилиться. Клиент это хочет? Да нет, клиенту не нужно. Мы прям смеялись вот недавно про то, что у нас вот слабые стороны, у нас пакетов нет бесплатных. В ключевые факторы успеха смотрим, а пакеты вообще, они кому нужны? Оказалось, они нужны только курьерам, а сам клиент вообще до этих пакетов, даже до него они не доходят, и они там вообще напрочь не нужны. То есть, нужно сравнивать все, что написали в свод-анализе, нужно обязательно делать еще КФУ и смотреть, вычленить именно то, что действительно будет влиять на ваше продвижение, а не просто вот этим огромным перечнем, и ты смотришь на эти пункты и думаешь, боже, как же я это все сделаю? Не надо так много. То есть, сначала расширились, потом сузились до КФУ. И, конечно, мы сравниваем эти КФУ, как они представлены у нас, как в нашей компании, и как это представлено у наших ближайших конкурентов. То есть, как минимум, берем два конкурента и смотрим, а как у них эти ключевые факторы успеха, где мы выше, где мы ниже. И только с этим работаем. Вот тогда вы вычлените KPI, не целую кучу, когда мне говорят, у нас 500 показателей получилось на компанию. Молодцы! Кому вы их поставите? Кто столько показателей запомнит? Что дальше делаем? После свод-анализа, это система сбалансированных показателей. Я вам слайд показывала, ССП по четырем показателям. Это финансы, клиенты, процессы и люди. Ну, тоже где-то полдня в среднем занимает это дело. Что еще? Это декомпозиция цели. Дальше идет. И это самый долгоиграющий процесс, потому что после ССП вот этот блок декомпозиции целей в среднем от трех месяцев занимает до полутора лет. Все будет зависеть от того, насколько большая компания. То есть вы поймите, декомпозиция, то есть это по всей иерархии, то есть разрабатывается сверху вниз. Нам нужно будет полностью по всей компании декомпозировать вот эти стратегические цели. Поэтому это самый трудоемкий с точки зрения времени. Вот этот процесс. Дальше, когда мы декомпозировали, нам нужно ввести расчетные формулы, как мы будем это рассчитывать, перевести это в мотивационную схему. Автоматизация. Это тоже целый такой проект, потому что по итогам расчетных формул обычно разработчики, я как разработчик на этом заканчиваю, и я просто даю ТЗ для автоматизации, либо готовые какие-то версии, покупаются программы, сейчас правда большое количество, либо некоторые компании сами пишут под себя для того, чтобы это автоматизировать. И как следствие, после того, как вы автоматизировали, вы уже сможете этим оперативно управлять, потому что пока не автоматизируешь, у тебя нет действительно, ну такой, этой картинки-то, про что это все, да, как этим управлять, потому что нет этого градусника. По дорожной карте, коллеги, есть вопросы? Так, пока не вижу. Отлично. Ну что, и в общем-то, совсем немножко скажу про преодоление сопротивлений, таких типовые сопротивления, с которыми встречается разработчик. И первое, это то, что нужно обязательно объяснить людям, что это такое. То есть это сложный, правда, инструмент. Нам нужно людям неоднократно будет проводить собрание, совещание, объяснять, что это такое, с чем его едят, причем практика показывает иногда одно и то же. То есть люди на стрессе, если у них уже были какие-то когнитивные искажения по отношению к KPI, например, негативные, то они дальше просто плохо слышат и как следствие у них свой какой-то опыт там накладывается, они не слышат то, что вы говорите. Что еще? Это важно, чтобы весь топ-менеджерский состав участвовал в этом. На самом деле, до декомпозиции везде участвует топ-менеджерский состав и даже в крупных корпорациях топов, ну это 2-3 дня. Все остальное время уже разработчик работает вниз по иерархии и топов там не трогают, поэтому, в общем-то, не так уж много от них и нужно поучаствовать в стрессессии и в ССП. Все остальное время уже будут другие люди работать. И, конечно, надо понимать, что эти топы должны еще и верить в это, потому что если вот как раз вас отсылают на курс, топ сам говорит, ну ты там что-то поучись, вот придешь и сделаешь, вот эта история будет не рабочая, не внедрите, коллеги. Как бы ни грустно было, но это прям вот все равно, что воду носить в решете, честное слово. Хорошо подумайте, а нужно ли вам это, потому что если вам это вменяют, участвовать никто не будет, кроме вас, то есть очень большой риск, что результата не будет, а как следствие это вам негативная обратная связь. А зачем это? Вот. И еще, конечно, важно понимать, что когда вы встаете на этот путь разработки и внедрения KPI, то вам нужно будет вносить изменения в орг структуру практически во весь документ оборот. Я имею в виду, что все изменения этой положения премирования зачастую в должностной инструкции меняются, потому что как раз очень четко становится прозрачно, чем занимается каждый сотрудник. Вот прям настолько прозрачно, как вот прям в зеркало смотришь. Поэтому, конечно, здесь будет еще такая подвязка на документ оборот, иначе вы не внедрите, потому что документ будет про одно, а показатели будут про другое. То есть здесь нужно будет вот сопоставить это дело. Ну и если еще прям подробнее, да, то уже говорила, что есть курс у нас разработка внедрения KPI и SSP. А еще есть курс стратегический менеджмент. Посмотрите по расписанию. Я, в общем-то, горжусь тем и тем курсом, потому что их даже язык не поворачивается называть курсом, потому что это тренинговая активность, более 50% вы будете это делать сами. И вот кто... У нас точно есть, я знаю, вот такая, ну, как это называется, сейчас скажу, когда один курс и второй, он вам там будет, кстати, еще и дешевле, если вы покупаете разом, то вы на выходе можете как раз проработать, в рамках этих курсов проработать собственные кейсы. То есть если вы владелец бизнеса или, например, вы только хотите стать владельцем бизнеса, то есть индивидуальным предпринимателем, кому будет интересно, то есть прежде чем вкладывать деньги, бросаться, давайте сначала посмотрим, посчитаем. Если вы относитесь к топам, такая же история, то есть прежде чем какие-то изменения делать, давайте посчитаем. Если вы относитесь к еще не топам, да, но вам это интересно, вы тоже можете взять, потому что учебные программы, то есть я специально в стратегическом менеджменте даю вариант либо на учебном предприятии вы это делаете, либо на своем. Такие вот кейсовые методы, то есть все то же самое, как если бы вы учились на MBA, кейсовые методы здесь задействованы, и у вас будет достаточно времени на то, чтобы оттренировать этот навык и разработки стратегии, и разработки KPI. Ну и как следствие, на выходе получите не просто документ, правда, то есть за этим документом будет стоять очень четкое понимание этих процессов и умение их делать. Да, сначала с подглядкой, да, очень хорошие у нас разработаны методические материалы, как раз даже если пройдет много времени, и у меня есть такие слушатели, которые учились, например, 3-4 года назад, и уже, естественно, подзабыли, открыв метод материалы, они просто там, понимаете, так вот, прям по пунктикам все прописано, чтобы совершенно спокойно, даже если подзабыли, можно было вспомнить, напомнить себе и сделать эту работу. Вот, в общем-то, в рамках этого занятия, что я хотела вам сказать, да, и я готова от вас услышать вопросы, которые есть. Можете голосом микрофончик включить, только по очереди давайте, чтобы не вышло, что все хором говорят. Готова ответить. Все ясно. Так, отлично. Ждем на курсе тогда. Ну что, буду благодарна, если напишите, с чем уходите. То есть, либо вопрос, либо, ну, возможно, что-то, пока я говорила, в голове прояснилось. Может быть, такое, знаете, бывает, инсайт. О, теперь я понял, почему там у нас что-то не сработало. Или еще какие-то вот такие вещи. Пока жду. Может быть, кто-то большие вопросы пишет. Если вопросов нет, напишите, с чем, про что для вас было это занятие, с чем уходите. Тогда я выключу пока запись, чтобы мы...